всем привет это не sm-радио это я пытаюсь записать свой первый летсплей и по звуке холодильника начнем рисовать город грозный онлайн-краса встречи которого проходят эти выходные феврале 16 года вот у нас есть тема на форуме и погнали смотреть как это все происходит наш пирог даже запущен джосом первая задача выбрать кусочек куски разные где-то есть большая страсть нет на этой штуке по моему нету спутникового слоя да нету поэтому будем выбирать джосми ты прям кнопку ремонт и у нас есть слой добавляем снимок bing ниже у нас пирог на снимке bing и смотрим теперь красные регионы вот интересный кусочек и довольно простой лучше что-нибудь ближе к центру выглядит интересно ура отключился холодильник сегодня я не хочу сильно напрягаться хочу порисовать высотную застройку поэтому я думаю что выберу вот этот кусок он отличный номер 83 первым делом во нужно столбить 83 над ним уже кто-то работал всего пять минут ну погнали все кусочек застолблен больше ничего делать не надо качаем данные и смотрим примерно так подложка здесь уже идеально привязана причем как бинк так и мопбокс но стороновым образом и бинк и мопбокс здесь абсолютно одинаковый вот кто-то нам уже нарисовал домики ну что поехали с этого угла как видно здесь домики немного смещены дороги даже пассивой здесь не пассивой но почти так а вот где дорога уже уехала так что начинаем прежде всего править привязку дорог с чем шанс к вам увидеть я не знаю как можно на фоне такой яркой подложки что-то увидеть попробуем воспользоваться мегафичей с гаммой она особо не помогает и непонятно как ее сбросить ну ладно если делать просто потемней то не скажешь что сильно лучше ну хотя чуть лучше пусть будет так отлично продолжаем так я очень надеюсь что никому не сломаю этими правками малину потому что я а я еще в своем куске 83 и теперь это draw some latest и первое что есть можно заметить что zoom in zoom out сразу по тайлам то есть у меня всегда четкие тайлы вот это с одной стороны очень круто с другой стороны уже не так аналогово лампа как было в tested ну это на самом деле мелочи жизни вот значит первое когда берем кусок нужно править все улицы реально делать их по осевой вот здесь этот пирог у Грозного брал я ой делал я как раз по снимкам bing поэтому старался сделать так чтобы шло по дорогам красота здесь вообще не видно здесь highway сервисы ходят аккуратненько выделим все три нажмем кнопку L теперь они в одну линию кстати вот насчет кнопки L работая в draw some что вот это за хренатень просто так стоит понятно работая в draw some нужно обязательно пользоваться шорткатами а это что restriction no left turn я считаю ну как то это control h смотрим историю в 2013 году никто из 13 добавил офигенный restriction no left turn нафиг нафиг все удаляем вот этот город Грозный он нарисован очень странно особенно по части светофоров ну и всего остального то есть там смещение подложки какое-то странное разные объекты не привязаны ни к чему вот скажем а разделение на районы ну окей вот ну в общем более-менее навели порядок в своем районе вот мост скажем ну он уже здесь есть вот а река выглядит очень странно нажимаем W и начинаем править хотя здесь его построили наверное это все засыпут начинаем править береговую линию вот почему это нужно делать с самого начала вот это довольно очевидно потому что чтобы меньше было конфликтов чтобы разобраться с ними как можно раньше потому что если вы будете тупить ждать то конфликты накопятся и станет очень печально когда вы будете их разруливать поэтому лучше с этим быстро разобраться и забить вот правим береговую линию она сделана просто полигонами то есть особо не нужно переключаться между всякими вещами это уже 76 зона так что хватит остальное оставим как упражнение для других людей посмотрим чтобы речка не сильно пробежалась ну эффективно вот что мы сделали мы поправили береговую линию мы поправили привязку дорог которые идут отлично так это уже опять 76 а где наш то? а вот он вот пешеходные дорожки нормально по парку и теперь время залить то что мы сделали на улицах на улицах adder postcode используется это неправильно что нам давайте вот так adder postcode и highway и вот нашли несколько объектов давайте по-быстрому заменим на postalcode вот и все загрузить oneway-1 это уже не наша проблема ну вот мы изменили кучу дорог отправил привязку и сейчас мы сделаем кому-то сюрприз кто в настоящий момент рисует кто у нас рисует козыкан номер 105 но это далеко за этим куском хинк не работал уже больше суток так что рядом с нами никто не рисует и никому малину особо не испортим отлично так позакрываем лишние окна чтобы не мешались выкинем мусор со стола чтобы не мешал мышки возить и приступим к основному занятию это рисование домиков вот домик это или нет например черт узнает по-моему здесь вот этот домик вот так что теперь начинаем обклацывать обклацывать я не помню договорил я фразу или нет которую я начинал договорить но суть в том что при работе с Джоссом самое главное это выучить шорткаты вот то есть никакого нажатия на вот эти вот кнопки вы запоминаете эти несчастные 6-7 кнопок на клавиатуре и ими пользуетесь ну ничего себе вот еще полезная вещь как вы видите у меня никакие дома не залиты ничем вот я в настройках это что в настройках в данный СМ отключил включил рисовать только контур области и теперь мне заливка не мешает смотреть на снимки вот ну на этом этапе банально домики 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 сейчас я использую по сути плагин building tools один из обязательных плагинов который мейн-трейнер и джос почему-то не хотят включать в состав редактора ну нашел какой-то проезд проезд я обычно рисую когда как либо сразу либо нет вот прошу прощения за дыхание микрофон но мне реально лениво его устранять вот при раз уж мы тут микромапим можно сразу порисовать заборы обычно я рисую их на последнем этапе ну почему нет про шоркат я уже сказал два основных ТА для рисования и С для выделения так сложно вот так драматический театр ну похоже на правду наверное никто не знает ну вот что там еще есть X для крутой штуки вытягивания вот ну B рисование домиков там домики все привязаны здесь абы как особенно высотные вот этот явно смещен должен быть а стоп Ctrl-Z с сначала нарисуем вот этот ой N переместить точку на линию я раньше пользовался J переместить линию к точке но понятно что это тупиковый путь и перемещаем стоп мимо забыли этот опа ой окей еще раз о удивительно все домики одинаковой высоты почему-то почему-то не квадратный давайте-ка а блин это будет квадратный некрасиво что с ним делать я взял хоть этот квадратный угол уже лучше вот хорошо что домики кто за нас порисовал плохо что он нарисовал плохо интересно въезд сюда откуда включаем включаем данные и смотрим машины явно здесь нет въезда или вот здесь может быть арка либо они въезжают отсюда и это наверное более вероятно поэтому нарисуем наверное вот так въезд такой здесь вот проездов нет судя по тротуару нарисуем для начала вот сюда и здесь въезд должен быть окей здесь подъезд к зданию явно и здесь проезд в этот я стараюсь избегать рисования замкнутых линий для дорог мнение у всех конечно на счет разное замкнутые линии на самом деле ничего плохого но это упрощает жизнь программа обработки кто это такой чтобы кому-то усложнять жизнь перепонки ура ужасная весь джосмя посмотрите на курсор если нажимать одну и ту же кнопку меняется инструмент тоже самое прорисование здесь не видно нужно смотреть на вот эту штучку то есть там включается привязка к углам это тот кто это сделал видимо никогда не пользуется джосмом а нам с этим жить явно здесь тротуар давайте нарисуем тротуар выглядит как тротуар идет вдоль дороги наверно тротуар и есть здесь скорее всего он идет вдоль этого здания сюда highway footway footway sidewalk вот здесь реальный переход бульвар кто-то нарисовал с кнопкой alt начинаем новую линию потому что я хочу разделить переходы а вот здесь не видно есть переход или нет поэтому пока оставим так в целом все эти три линии это footway кроссинг и footway то есть тоже переход вот и здесь явно какой-то рудиментарный тротуар есть вот здесь нужно помнить что это город грозный в городе грозном понятия об удобстве для пешеходов они несколько искаженные другими составами на этим просто никто не думает но тем не менее пешеходный рудинг понадобится кому-нибудь когда-нибудь вот кто-то нарисовал где же нет этого прохода берем данные то есть явно дырка есть но переходить на свой страх и риск как миновать из этого куска бульвара в этот кусок здесь пешеходных переходов нет здесь нет то есть никак но я поверю тому кто это нарисовал потому что может быть действительно я просто уверен на самом деле что люди так и перебегают потому что это грозный детка а где наш кусок а вот дотянем тогда ой 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 что сделал переходный переход не добыли поставить и потянули это реально одна большая стоянка перед каким-то зданием вот на самом деле вот чем прикольная онлайн-крата встреча это возможность узнать новые города то есть не просто бездумно рисуешь и рисуешь а думно смотришь как города устроена вот это мне кажется чисто московское поверье 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 что урбанистика там вся фигня но очень полезная вещь на самом деле то есть урбанистика это примерно как такой вирус как человечество в фильме матрица сначала она заражает отдельных людей и при этом совершенно бесполезно а потом внезапно оказывается что заражен уже целый город и приходится учитывать эту фигню тем кто этот город проектирует тут уже ничего не попишешь вот есть здесь тротуар или нет это грозный детка я думаю что здесь все идут вплотную к дому так вот видите здесь один какая-то сайдвок от имени сайдвок в принципе вдоль дороги перебегают здесь дорогу или нет мне кажется этот вопрос здесь даже не стоит почти правильно нехорошо объединять необъединимое так нужно вспомнить где наш кусок это я типа нарисовал только половину его так я начинаю рисовать домики управление судебных приставов вы чувствуете сколько здесь судов проходит раз такая стоянка рядом с управлением судебных приставов да реально все приезжают паркуются кстати давайте нарисуем парковку там паркинг вилл миллион въездов еще на парковку упоротые немцы конечно здесь будут рисовать еще и места для парковки отдельные но мы слава богу не настолько упоротые что вот это театр шапито это грозный здесь шапито каждый день я уверен это будет красиво смотреться на карте хренов да конечно так все выделяем надеюсь криканье мышки моем глаз не задолбает сервис сервис паркинг эйл тем интересен сервис паркинг эйл он рисуется более тонкой линией а так здесь еще несколько домов это ну ка выключим так большой дом и две маленькие пристройки к дому большой дом примерно вот так вот и пристройки примерно вот так вот здесь явно до сюда доходит квадратик милдинг тукс нарисовываем это что за точка два домика вообще теоретически это один домик но тоже начинает сложно быть так и домик окружен забором причем хитро по моему с тротуаром месте ну нарисуем кое-как вот так вот так чувствуете какая-то высокая штука стоит так это у нас будет барьер фенс потому что может быть надеюсь что он не сплошной и здесь явно видны ворота барьер гейт здесь теоретически нужно еще простая texas правит там не правит но мне ленью потому что с этим все сложно все равно бы еще что-то поставить что вот это отражается но не знаю нафиг так все вроде ничего не потеряем так продолжаем что у нас в этом квартале а в этом квартале у нас все прилично несколько домиков не нарисовано но в целом все хорошо а это помощный домик здесь домик который не надо было рисовать по-другому привязываемся к точкам ставим базу x вытягиваем домик теперь он привязан не нужно ничего там сжать и нарисуем сразу этот огромнейший забор с дырками а это ворота там здесь еще ворота а здесь уже другой забор более понтовый причем между заборами дырка судя по всему так пока не забыли ворота и люди здесь есть дабы как ну пройдем уже до конца и вот вторые ворота так и нарисуем highwayservice x точка точка it так это что может быть тот у большой ли железо положил либо это реально одноэтажный домик ну раз мы маппера без страха и упрека начинаем рисовать домик может быть он просто высотой 1 метр домик для муравьев это нехорошо получается building is черт знает что но похоже на домик как и вот эта штучка здесь не учли высоту теперь учли нет стопа так вот и здесь видно еще один забор который втыкается в дом вот хорошо когда забор втыкается в дом во-первых это красиво фенс потому что мне кажется что он прозрачный во-вторых это легко рисовать черт придется продолжать а нет мы постукнем хитро выведем сюда хотя все равно конечно рисовать нужно так вот так вот так вот ой он вышел 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 окей highway service ура так забытый домик вроде ничего не пропустил вот эта хрень только странно выглядит явно вплотную стоят просто вот этот домик он чиповер вот ctrl shift ну вы знаете n n ура и та же петрушка здесь просто он чуть-чуть сюда да ну n ура и здесь n n теперь все это выделяем и артегринализуем кум и закрываем глаза на то что некоторые домики оказались повернутыми самое главное что это логия сублеза итак здесь все стенки нарисованы это маленький домик на один этаж пусть будет внутри забора все все ура переходим к следующим кварталам здесь это хорошо это косовато но в принципе хорошо чуть-чуть сюда а это плохо ой ужас какой здесь эм что хотел сказать автор ну предположим что вот так так а это вот так и они наверное соединены отлично а это что а это господа шоп равно конвининс прямоугольник что хотел сказать автор а что это ну это понятно что так ну мы знаем что в этом доме где-то есть магазин ну извините мелдинг yes склеиваем а вот здесь склеены интересно или нет вы видите склеены это домик реально высотой в один этаж домик с кучей магазинов алтарка кстати а это уже большой то есть кто-то реально нарисовал кучу домиков и не склеил их давайте посмотрим каким редактором зураб 2011 год ну мне реально очень интересно какой редактор 2011 год это еще был потлач да потлач ну спасибо зураб что нарисовал хоть что-то надеюсь ничего не происходит так ставим точки ой 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 спешил сначала нужно поправить вот так вот так вот так хочется превратить этот летсплей в беседу с виртуальным зурабом как это у нас восьми с коэктивным зурабом типа ой ой блин здесь я уже склеил давайте расклеим убей себе внутреннего зураба рисуй хорошо так это не я сказал там на другом этаже кто-то беседует вот это как бы аргумент против потлача получается потому что потлач для зурабов ой ой это что так это уже не надо сейчас мы это все конечно артолюбинализуем тоже есть вплотную идет тогда это тоже не надо и это не надо а это примерно так наверное да выдается чуть-чуть то есть вот так вот вот этого нет ну да примерно так так спасибо зурабу что начал работу правому делу уже не посвятил или как там ура теперь выделим все и артолюбинализуем снова это ж почти еще не сломалось и вот это у нас реально куча магазинов но что с ним делать не будучи в грозном я не знаю так дворовые проезды дворовые проезды похоже что наконец-то мы в грозном нашли нормальный жилый квартал хотя если бы мы о это что такое это явно не проезд если бы спросили жителей они бы там сказали что жилой квартал ни фига не нормальный наверняка у него миллион проблем с доступностью о смотрите это спортплощадка или нет не похоже похоже на домик то есть я абсолютно уверен что в этом жилом квартале невозможно жить посмотрите как брошена машина ну хватит строить здесь себе урбанист я никакой не урбанист урбанист звучит как как-то причастие человек хороший но несколько урбанист мне очень хотел задействовать эту точку поэтому будет немножко неровно зато прикольно получился перекресток и сервисов вот вроде и все где еще какой-то домик ладно совсем уж угорать не будем я считаю это очевидный highway сервис ну и раз то живой квартал добавим еще living street yes так проверим что у нас все пишется у нас все пишется уже гигабайт ура так есть такое правило что работая на компьютере сохраняться нужно чуть чаще чем постоянно сейчас я добью вот этот маленький квартальчик это здание или нет наверное здание хотя бы нет наверное забор это здание сейчас дорисую этот маленький квартальчик и обязательно сохранюсь честное слово так вот примерно допустим что это тоже высокий дом и заборчик то есть это получается у нас заборчик без окон без дверей полон забор какой-то мусора что это лангарка это грозный здесь какая-то тоже непонятная хренатень но пусть будет так здесь явно пустырь просто пустырь кто знает все забор 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 ну пусть будет фенс то есть мы уже нифига конечно не фенс но так сохранится пересекающиеся здания ну блин это нельзя отпускать здесь кнопка 3 приблизить так вот это мне очень не нравится хренатень да что-то здесь действительно пересекается все так и все в порядке так пересекающиеся линии тоже так пробуем еще раз залить так что-то есть что с чем что с чем ой извините нет это я не буду на линии без тегов это важно вот эта линия без тегов delete все хватит так какой я там кусок начал рисовать это номер 83 начал работать в 88 отдел а теперь будет 83 целый бинг так скрещиваем пальцы чтобы не было конфликтов ждем джем отдел заливаем 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 что у нас происходит ничего не происходит что у нас с теми про карта встречу никто ничего не написал уже сутки прошли а нарисован в общем-то не очень много меня это залили теперь можно поставить готовность типа 3 этим мы как бы обозначим обозначаем что работаем мы работаем этим вот здесь она дорога так вот она идет так и вот так надеюсь вы их знаете есть дорога или нет так а что это вообще рисую номер 83 это ведь наш кусок да да а это часть которую я должен был уже давно нарисовать но пропустил домик так как в рекламе все хорошо а потом так дорогой ты пропустил кустик это черт знает что и забор так мы сейчас рисовали этот жилой квартал и вот это осталось оприходовать этот огромный пустырь в котором какие-то руины это явно торговый центр торговый центр будет так главное что когда мышка под рукой и записывается звук совершенно не нужно визуализировать клики на экране потому что я уверен что адское кликание моей мышки у вас уже все достало и он показывает когда дабл клик да не дабл клик так это рисовать не буду просто уж извините границы очень мешают поэтому я сейчас удерживаю кнопку control чтобы не добавлять точек в эту границу реально весь квартал ограничен забором так ладно хватит безумия начнем разбивать на линии так вот я поставил точку на границу стой не люблю эти хрена тени так а это что это а это просто площадка вот так вот вроде закрыли теперь начинаем рисовать промежуточного домика здоровый ты пропустил домик то мы сейчас нарисовали заборы а потом еще нужно нарисовать ворота то есть по следам на песке образно выражаясь это домик или не домик какой-то сарай чертов нужно определить где машины въезжают где уезжают так так как уже много заборов ну погнали значит явно въезжают тут и чего чего нарисован как будто выезжают но я им не верю так ошибки уже не нужны так вот здесь явно въезжают отсюда да похоже на забор и машина стоит перегораживает забор здесь еще должен быть забор теоретически но что-то я его не вижу вот я вижу что отсюда свежает машина и заезжает во внутренний дворик примерно так и здесь тоже здесь они просто паркуются как-то как-то вот так это явно грузовик он здесь стоит ну и допустим вот так так что еще вот это продолжение забора или нет наверное нет так рисуем здесь въезд какая-то машина перегородила нехороший причем как-то вот так вот явно что-то было потом причем это занимало весь квартал потом понаставили заборов что вот это домик видимо домик потом это уничтожили расчертили территорию заборами судя по следам отсюда заезд идет снизу вот это похоже на забор что-то здесь поставили просто так и вот это но здесь определить невозможно но с другой стороны те кто съезжает из территории скорее всего не пользуются так это получилась предварительная разграфка территории а здесь кто-то нарисовал тоже наш кусок нарисовал полностью смещенный парк то есть реально целиком смещен кажется пришло время использовать выделение лассу берем черчеваем эту хрена тень вот и мы все выделим вместе с этим еще о а теперь аккуратненько двигаем чтобы оно выглядело приличным переместить все ну ура так осталось перешпилить вот эти штучки тартуарчики а где а здесь никто не будет чесать а здесь понятно так и никуда она идет теоретически он должен идти на мост и типа продолжаться но поскольку мы не знаем есть это мост или нет вот не тоже так откуда есть русские буквы вообще здесь о смотрите это footway sidewalk блин значит надо все отправить ух ты реально все сайтбуки то есть человек явно не знал что давайте смотреть кто сделал ой гарл 2011 год ой блин так все надо зачем я это сделал ну ладно опять все за мной выделять почему нету выделить всю фигню на экране кнопочки училась плагин 2 но не уже складываются кофигню а вообще есть можно сделать фильтр но я не хочу я любитель делать фигню руками ой control можно снять все уже сайтвок убрали а здесь сайтвок должен был остаться ой нет не здесь здесь все так и продолжаем до этой штуки здесь здесь уже так все продолжено а вот это явно сайдлок его надо здесь разделить и продолжить как надо это ведь дорога то есть он просто я забыл сместить а это я она была нарисована нормально и чего упирается в забор офигенно так забор тоже кусочек наш так все парк пошлёте нарисован можно деревца нарисовать можно это звезду но смысл пусть будет чуть-чуть вот так вот что это это бассейн резервуар мне честно говоря это что лейжи парк лейжи лейжи парк вот интересный опрос парк это или не парк то есть вообще парк так это вообще нафиг это когда целый парк один большой парк кстати наверняка имеет какое-нибудь название здесь я очень хочу посмотреть яндекс но поскольку я это записываю я не буду смотреть реально улица здесь улица или нет нужно смотреть яндекс здесь домик построили натуральный натуральный здесь черт знает что ну ладно значит дорожки нарисованы какие-то из дорожек непонятно куда идут здесь какие-то здания со смещенным центром тяжести здания явно он идет до самого конца надеюсь я немножко переборщил здесь и так вот примерно и еще длинное здание тот кто рисовал прошлое здание просто не заметил на самом деле не такое уж большое здание забот 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 а это дерево ладно дерево так дерево вот проход кстати нужно не забыть здесь здесь был проезд такой вот он весь в себя вот сюда и сюда еще можно заехать еще там ну здесь наверняка никто не ездит так продолжим забор еще сюда 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 это явно вол так это у нас сервис так это явно пешеходные дорожки но они в данном случае не имеют никакого смысла что говорить тротуарно подошел так привязку здесь уже не нужно исправлять сюда как подъезжают непонятно вот это явно заборчик и будет отсюда заезд допустим сюда ну это уже конечно с натяжкой все так мы закончили что называется предварительное рисование а теперь начинается рисование точное то есть теперь мы смотрим что мы забыли дорисовываем тротуара дорисовываем всякую другую фигню замыкаем граф дорисовываем 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 проезды смотрим заборы вот так вот и в целом дорисовываем чтобы было красиво здесь еще один явно маленький домик причем такая пристройка одноэтажная тоже считать конечно по этому снимку дело гиблое а вот парк еще и в нашей зоне и не дорисован это явно накраничено какими-то бортиками а здесь машины стоят ну ок это явно упаковка так так теперь ой перевязка попала а здесь все сломано ну да потому что здесь строят какой-то большевых начинок которые мы не можем инвестицировать можем инвестицировать только забор то он идет примерно вот так вот так 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 его увеличится забор мы же в России в России любое строительство как тонко подметил подметил автор эстонской книжки про народ начинается с забора вроде нормально вот ну слава богу нас про картографии начинается вот так здесь тоже непонятно с пешеходными дорожками вот примерно здесь она начинается давайте так нарисуем скажем здесь у нас пешеходный переход это островок безопасности теоретически пешеходы идут сюда здесь они подозревая перебегают и идут сюда это похоже на проезд хотя нет сюда так это у нас футовый садвок это просто футовый так теперь можно это соединить с этим и у нас появился маршрут в парк теперь дорисуем садвоков так вот так и соединим с этим но мы не знаем стоите забор или нет там где очень хочется там принципе можно соединить это выходит на стоянку то есть реально люди приезжают на стоянку постоять здесь еще какой-то опять же непонятно есть там забор или нет ну по крайней мере что-то сделали отлично так здесь у нас забор я сочувствую тем осмерам которые это будут смотреть и видят тысячу ошибок но вы вообще должны были не смотреть это а идти ужас какой мне кажется это чуть вот так а идти и мапить самостоятельно вы же осмера какого фига вы смотрите видео другого осмера чему вы надеетесь здесь научиться правильный ответ ничему вы хотите надо мной посмеяться как я тупо рисую и в этот момент я рад что я вас не слышу так въезд я отсюда так ну не знаю это помню здание как он сюда попал здесь нет уезда что это такое тротуар тротуар отельный тротуар почему ладно сделаем просто то есть явно продолжается сюда а здесь явно въезд в стройку ну в дом домастический театр я честно говоря не знаю куда здесь вообще пешеходы живут а это что гур-парк парк нефтяников вот так надо было парк рисовать а не париться со всякими вырисованиями зеленых зон давайте-ка этот тоже нет стоп этот парк уже правильно рисован вот этот парк давайте-ка все это поудаляем ну как поудаляем я поудаляю то есть если кто-то спросит кто виноват не говорите что вы смотрели видео и автор сказал что мы поудаляем поэтому видимо зрители являются соучастниками нет я вас отпускаю если что вы говорите что это все виноват а потом идите восстанавливайте а потом у нас будет веселый-вай направок так значит это прямо вдоль забора ее граница то есть это примерно так так то есть здесь тоже забор ладно это явно тоже часть парка так так забор все вижу парк очень хочу подсмотреть название в яндексе но я знаю что нельзя так время сохраняться линии без тегов где-то мы просто волосились пешеходный highway footway и теперь я не могу не нарисовать пешеходный переход и здесь так вот так пешеходный переход переходный переход и даже здесь обозначен как повезло чеченцам что-то я не понимаю а я не к той линии пытаюсь присоединить никак не повезло вам так footway footway crossing а раз мы нарисовали тех же их нужно еще и как-то объединить то есть то есть а это уже чужая лучина поэтому мы сделаем вид что это не мы это я уже рисую за пределами своего куска так делаю вид что это не я рисовал это рисовали вы если что я вообще не виноват это не мой кусок плана так здесь кстати можно обойти и возможно даже перебежать проспект самбаево здесь конечно же все перебегают с этими словами мы поправили тихо и footway и скажем sidewalk так значит что у нас готово а я залил нет я не залил кусок 83 543 объекта я считаю уже больше половины нарисовали это видео уже длится и длится и длится пора бы уже его заканчивать вот вроде решил взять несложный кусочек с высотными зданиями будет 6 никто не берет новых кусков но сегодня я должен закончить этот кусок на часах уже сами видите так это явно трансмородная подстанция а это явно домик сторожа или как там прислуги а здесь явно что то есть но я не хочу это рисовать так обязательно забор ну скажем не знаю как он там идет но это без сомнения забор так а это что парковка деревья это непонятно что здесь тоже непонятно что в этой здесь явно могут прийти или не могут и заборы нет не будем скушать книжный магазин в домик мегаком в домик так аптека ой кто-то привязал куда перевезти в новую точку в новую точку мне кажется раньше Джо сам этого не спрашивал так ладно здесь квартал в принципе готов переходим к следующему так это все нарисовано а вот здесь вот явно продолжается тротуар удалитого домика и в никуда ну ладно пойдем в эту сторону тротуар это вообще мой кусок 83 а почему здесь домики так криво стоят кто у нас автор Шозе интересно он француз или опять девается начинаем переносить домики домик сюда домик сюда они еще и не квадратные походу но это пока нас не волнует потому что мы сейчас их все выделим и сделаем квадратными скопами так так все на месте примерно так а это что ЦУМ супермаркет ну ладно никаких возражений так какой-то дом дом явно такой такой я прошу прощения что такой хорячий не получилось но пусть будет так так значит домик домик еще домик так здесь домики важны потому что на них опираются забором домик тут вообще забор нарисовать пропустил квартальчик совсем бывает так и вот highway service highway service так надо не забыть вот мой сайдбок так сервис тоже нарисован над линия крещение у тебя есть так вот этот явно продолжается вот сюда а вот этот явно заходит вот сюда так вот этот идет дальше и дальше даже он остановится и заходит вот сюда и здесь нет проезда походу то есть он вот так вот а здесь здесь проезд по-моему есть то есть все устроено примерно так так теперь здесь так и все теперь осталось это highway service это невозбранный highway service а ой все же было нарисовано все и явно какие-то из них жилые пусть будут все все так и очень мне хочется нарисовать вот эту пешеходную дорожку вместе с этими так домики готовы пересечения здесь есть я думаю что он доходит до сюда и идет сюда а дальше непонятно вот ну и здесь явно все перебегают так а это я уже рисовал так что он с этим кварталом еще вот я не нарисовал этот проезд и не нарисовал стены это 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 русский город и как-то вот что вот это за хрена тень это стена она идет как-то вот так вот так вот так вот так и вот так и здесь что-то типа не знаю чего не буду рисовать так так очень-очень хочу вот эту дорожку нарисовать время позднее это ларьки мы все видим что это ларьки шапановый кироск еще и билдинг кироск но ларьки могли уже десять раз снести это уже не мой не моя проблема так здесь перехода нет здесь забор здесь выезд этот квартал мы по-моему нарисовали как могли все и здесь уже граница нашего района теперь переходим в эту сторону тоже граница нашего района и вроде мы тоже нарисовали хорошо квартал теперь смотрим вот этот здесь тоже все дорожки пешеходных дорожек конечно недостаточно но это нам более как на самом деле да в общем-то все хорошо тротуаров нет но мне кажется тоже не моя проблема нет тротуаров нет переходов давай замкнем так хочется замкнуть это нарисовано какая-то промзона верховный суд нарисован даже тротуарчики здесь все хорошо в общем-то тротуары есть ну очень хочется связать не знаю есть или нет но я уверен что переходят и ходят так вот это дикая парковка что это вообще как эти люди пользуются вот это янон тротуар мы нарисуем тротуар мы нарисуем тротуар вот это янон продолжается сюда а здесь соответственно идет как-то так это весьмой кусок вот это значит я забыл здесь вот это а ну ладно вот это и вот это вам еще не надоело это смотреть? я реально занимаюсь одним и тем же как вы здесь досмотрели? хватит выйдите я сейчас туда запишу здесь сколько? полтора часа получается? я реально не тему вас хорошему не научил так это тоже мой кусок я его не нарисовал да увидите так здесь я все нарисовал да со всеми роутингом со всей хренью да вот это не нарисовал и не буду все равно уже поменялось так вот вот граница здесь я только что нарисовал здесь я уже проверил вроде здесь осталась вот эта штука здесь я все проверил а вот это еще кажется нет это последнее что осталось в этой сессии мы уже почти закончили ура большой неровный домик теперь это большой ровный домик миллион заборов как он идет? он идет до сюда в airfence ура что вот это? это пешеходные дорожки? для кого? для чего? в общем все что мы знаем это что а люди здесь перебегают и б люди иногда ходят по вот этим вот дорожкам ну неизвестно куда при этом здесь стоянка но мы сделаем вид что они доходят как минимум до сюда для кого это было построено? кто в своем уме ходит по таким паркам? извините я случайно включил у урбаниста больше не буду airfence это еще явно сайдвок никаких переходов пешеходных так машина въезжает примерно так паркинг да паркинг что вот это? как сегодня люди заходят? заезжает машина ну короче оставим это загадкой а вот это оставим забором явно здесь какой-то заборчик то есть сюда реально никто не может войти главный ход это здесь ну давайте нарисуем кое-как потому что люди старались в фудошопе рисовали эти прямые линии а все для чего? конечно же для того чтобы возник какой-то осмер который это все начертил параллельно ругаясь на микрофон на какие-то урбонистские никому не интересные проблемы здесь явно пешеходная дорожка для никого сделаем так потому что ну явно же люди рассчитывали что кто вообще по этой дороге ходит никто не ходит конечно же дерево хочется дерево проставить ну нафиг нафиг ну что вроде все на этом нужно заканчивать заливаем пересекающиеся здания теперь начинаем править миллион предупреждений а это не пересекающиеся здания отводим пересекающиеся линии нафиг 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 я так вижу закончил теперь давайте я считаю что я закончил всего около тысячи объектов несколько предупреждений которые вы допустим не видели нафиг теперь можно оценить качество отрисовки наверно последний кидаем взгляд здесь что-то там вот конечно же это OpenStreetMap вы можете со мной доредактировать если вы видите какой-то косяк я искренне надеюсь что есть нет косяков не знаю вроде все хорошо вот так что все убираем слой убираем пирог закрываем нафиг джосом уже 2 часа ночи ставим 9.9 потому что я считаю что я крутой и освобождаем ура написали ли что-нибудь в час на ночи в тему нет не написали написали ли в чатик нет не написали что всем спасибо рисуйте пироги пользуйся джосом джос мурлит